Все мы вышли из школы и 1 сентября невольно вспоминаем все те волнения, которые сопровождали наши школьные годы. Чем бы мы ни занимались, но то, что там происходит в школе, нас всегда интересует. А школа готовится к очередному учебному году. Как представляют себе обычные горожане, чем живет школа сегодня? Что они знают и думают о ней? Школ стало довольно-таки много, хорошо, красивых. Учителя тоже хорошие, педагоги. И хотелось бы побольше знаний, да, вот таких вот, как в воспитании, очень мало психологического воспитания детей. В наших школах сейчас даже с избытком всего. Очень сложная программа. Хватит нам преобразования всяких и реформ. Почему? Надо возвращаться к Советскому Союзу, к тому, как учили в то время. Тогда образование было, на мой взгляд, гораздо, гораздо, гораздо лучше, эффективнее. Оказывается, все имеют свои претензии к школе, хотя частенько плохо представляют, что там на самом деле происходит. А здесь, в 32-й школе, можно получить ответы на большую часть вопросов. Потому что сейчас тут большой профессиональный сбор педагогов всего городского округа. По сути, лучшие из лучших. Им есть что обсудить. Впервые пять наших школ вошли в топ лучших в Подмосковье. А четверть всех выпускников прошлого учебного года на ЕГЭ набрали по 90 и более баллов. Результат просто отменный. Это говорит о системе базовых знаний, которая закладывается с начальных классов. Одной зубрежкой этого не достичь. Нужен постоянный поиск новых форм и методов обучения. Нам с вами интересно то, чем мы живем. И сегодня достаточно большой уютный зал нашей 32-й школы, конечно же, вместил не всех, кто хотел бы это слышать. Я сегодня хочу обозначить тему, о которой бы хотела с вами очень открыто поговорить. Лидерство – это реальность. От качества обучения к лидерству в образовании. То есть важны не только качественные знания, но и личностные характеристики ученика. Это как раз к вопросу о советских традициях в образовании. Их никто не забывает. Когда заместитель главы городского округа Матища Елена Стукалова вспомнила о качестве своего советского образования и необходимости использовать лучшее из того опыта, в зале раздались аплодисменты. Вместе с тем, лидерство и качество в образовании не получить без освоения лучшего и нового. Каждая школа, каждый детский сад имеет свою концепцию развития. Это сегодня очень актуально. Мы не забываем о нашей российской системе образования с ее классическими традициями, с ее инновациями. Сегодня мы и изучаем системы образования Финляндии, Америки, Сингапура, Британии, ведущих стран мира. Соотносим, что интересного у них, что хорошего у нас. И в результате должны достигнуть качества обученности, качества воспитания. Даже во дворе суперсовременной 32-й школы многое устроено по-новому и не без пользы. Вот такая змейка-лабиринт – новое увлечение наших школьников. Она вырабатывает ловкость и собранность, без которых в современной школе учиться нельзя. Нельзя получить надежные, твердые и качественные знания. Хотя для этого созданы все условия. Тут же неподалеку классы под открытым небом. Учебные места на свежем воздухе. Урок без формальности. А это кабинет географии. Карта мира, которую надо рассматривать как бы с высоты. Скоро континенты этой карты покроются разными цветами. Ведь это география. Много интересного предлагают и выставочные стенды методической литературы. Вот такое, например, учебное пособие. Это модель технологической линии в изготовлении учеников школы программирования. Такие пособия не помешают в любой школе. Это то, что должно быть в школах. Это же все равно за этим в дальнейшем будет стоять как раз таки будущее. Потому что, когда ребенок, начиная с трех лет, изучает именно робототехнику, знает, что к чему должно идти, уже успевает узнать, что такое основа программирования для дальнейшего легкого изучения именно углубленных языков программирования, то есть, которые идут по коду, то это надо внедрять. А в этом светлом кабинете, похожем на студию, вас ждет учительница рисования. Кто бы и как бы не говорил, что рисование не современно в век компьютеризации, оно обязательно. Рисование рукой, конечно, очень развивает творческое развитие ребенка. Дети все очень тянутся к рисованию, начиная с начальных классов и заканчивая средним-старшим звеном. На разных уровнях, конечно, но им это очень нравится занятие. Вот так одна школа вмещает в себя и классические предметы, и суперсовременные. Результат – возросший уровень знаний. И всем педагогам городского округа, а их более пяти тысяч, есть чем гордиться. Есть что сказать и чем заинтересовать своих учеников. Эти грамоты они получают за многолетний труд. И, конечно, это малая часть их заслуг. Главное их достижение – их ученики. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». Андрей Степанов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова